Как выстраивать отношения с мамой? Негатив сплошной. Не слышать ничего? Никак. Никак. Зачем выстраивать отношения с человеком, от которого негатив? Даже если он называется мамой. Вы, наверное, новенькая, поэтому вот для новеньких. Человек может называться мамой, папой, тетей, но у него нет права засирать вам жизнь. Понимаете? То есть еще раз. Взрослая женщина может называться мамой, взрослый мужчина, может являться папой, но у них нет права засирать вам жизнь. От того, что женщина является мамой, нет права засирать жизнь другого человека, который зовется дочерью. Вы понимаете? Все. То есть все. Если она пойдет засирать постороннего, ей быстро покажут и укажут, что женщина, нам этого не надо, идите отсюда, пока мы вам лопатой не дали. Но если собственный ребенок, его можно съесть, сгрызть, сожрать с потрохами, накидать туда объедков, отнегативить его хорошенько, снизить его самооценку, сдрючить его, скрючить. Почему? Ну потому что это же мой ребенок, поэтому я могу его дрючить. Нет. Нельзя. И если мама дожила до преклонного возраста и не нажила ума, так пора, понимаете? Пора. И не надо ее жалеть. Что губит? Губит типа, ну я же должна быть хорошей, это же мама. Блин. Ваша мама, это не обезьяна безмозглая какая-то, которая вот держишь дома обезьяну, и она какашки по стенам кидает. И если ты купил маленькую обезьянку, у тебя не было мозгов, но ты приручил животное, да, и ты в ответе за того, кого приручила. И ты потом мыкаешься с ней и думаешь, куда же ее пристроить? Ты же ее не укинешь на помойку, она же живая. Но она обезьянка, она не понимает. Она по шторам будет скакать и так далее. Но мама целый человек, у нее есть мозги. Если она привыкла жрать близких, это плохая привычка. И наличие статуса не освобождает от ответственности. Поэтому не надо жалеть маму, нужно прямо маме сказать, мама, я это есть больше не буду, пока, все. Вот захочешь со мной по-хорошему поговорить, я здесь. Моя дверь всегда открыта. Мой телефон всегда для тебя. Звони, да. Но как только начнется что-то еще раз, до свидания. Все. Еще раз, до свидания. У нас есть вечный историс, называется «Мама-абьюзер». Там несколько историй буквально, там совершенно их немного. Но они ярко иллюстрируют, как девушки перестраивали отношения со своими мамами. Не все мамы окончательные, нарциссы перверзные или психопаты, которые не соображают. Не все. Есть разная степень нарциссизма, есть разная степень абьюза. Есть те, которые правда бесполезны. Ну, все бесполезно. Вот эти вот ультиматумы, они чем заканчиваются? Тем, что она говорит, что ты скакина, дочь неблагодарная, я помру, ты будешь жалеть. И не делает никаких попыток начать общаться хорошо. И отношения разваливаются. То есть отношения держатся на том, что она ее постоянно поливает, полоскает. А дочь постоянно, или сын терпит. То есть отношения держатся на терпении. Футбол в одни ворота. Мама постоянно футболит, а эти стоят на воротах. И говно хавают, извините. Ну, там по-другому не скажешь. Там же волшебное слово «мама», которое наводит страшный гипноз. Страшный гипноз наводит. Ну, что там эти мамы творят, по-другому не назовешь. Так вот, дети стоят на воротах с открытыми варежками. Разрушена самооценка, жизнь разрушена. Они постоянно крутят вот эти вот отравляющие диалоги. А мама сказала, а мама обосрала. А почему мама так со мной? А я же ее люблю, а я ей помогаю. А я продукты покупаю, а я деньгами помогаю. А я бегаю, а я ношусь, а я вожу, а я телефон беру. А я пять тысяч раз с ней в день разговариваю. Ну, почему она такая, почему она такая? Короче, ребенок живет как предаток маме. Ребенку уже может быть там 40 лет, 50 или 60 лет, может быть. Да? И мама старая тараканиха, паучиха сидит. И вот эта дочь вокруг нее. Одной 80, другой 60. Мама, 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 мама приболела. Мама приболела. Мама, мама. И крутится вокруг. Так вот здесь нужно откинуть слово «мама» и просто понять, что взрослый человек, у него есть мозг, его надо поставить в известность. Что вы будете либо общаться хорошо, раньше, чем что-то ляпнуть, надо пропустить через мозг и подумать. Это помогает, чтобы она завела себе такую привычку. Так вот, если она не считает нужным, она просто откидывает эти отношения. И эти отношения ей были нужны просто для отрыжки. Вот ребенок ведро помойное, и она постоянно срыгивает что-то. И все. И ей, в принципе, на него наплевать. Так бывает. Так бывает. Нет эмпатии. Ну, нет эмпатии. Ну, так хорошо, что ребенок освободился и пошел жить жизнь. Потому что вот эти вот все… Если здесь есть кто-то, ну, если вы, конечно, хотите поделиться, напишите. Чаще всего не хотят делиться, это больно, это такая, да, предпочитают держать эту информацию при себе. Но вот то, что я вижу в директе, когда женщины признаются, да, я поставила ее на место, и она больше не показывала желание со мной общаться. И мне стало так легко. Мне даже стыдно признаться, но мне стало так легко. Мне больше никто не портит жизнь. Мне не рассказывают, что я кривая, косая, старая, толстая, безмозглая. Это у меня плохо, это криво, это плохо, это криво. Жизнь плохая, все плохо. Мне стало дышать легче, и мне стало легче жить. Да? Это нормально? Я нормальная. Конечно, вы нормальная. Конечно, вы нормальная. С вами все хорошо. Так вот, если мама крайний психопат-нарцисс и не соизволит общаться по-нормальному, ну и все. Баба с возу, лошадь побежала. Если мама нормальная и начнет пропускать через мозг, прежде чем что-то ляпнуть, отлично, отношения будут налаживаться. Потому что вот это, смотрите, не слышит ничего, потому что вы ничего не делаете. Вы же ничего не делаете, вы просто говорите. А ей на ваше слово наплевать, она не привыкла слушать. Она привыкла слышать только себя. Только себя. И она начнет, ну вообще она очнется, когда вы сделаете что-то. Вы хлопните дверью, вы перестанете брать телефон. Она скажет, что такое? А вы скажете, ну я же тебя просила, я говорила. Я же тебе говорила, говорила. Я тебя просила, просила. Вот, это моя реакция. Я тебе сказала, я не могу так больше. То есть должны последовать какие-то действия за словами. Просто слова, это ни о чем. Мужчина молчит. И я понимаю все, но не могу смириться. Как помочь себе? Он женат. Цель какая? Цель какая? Чем вы хотите себе помочь? Это как сегодня в директе девушка писала. Мужчина уже встречается с другой, что-то там такое. Я надеюсь, что он вернется. С одной стороны, я бы хотела его забыть. С другой стороны, я надеюсь, что он вернется. В общем, такое в голове. Что делать? Спасите, помогите. Самый быстрый вариант, если мужчина жив, если вы знаете его телефон, вы звоните ему, спрашиваете, ты вернешься. Он вас посылает. И у вас сразу как бабка отшептала. Все. Без тренинга, без всего, без таролога, без астролога, без экстрасенса, без всех. Когда есть мужчина живой, и вы знаете его телефон, вы ему звоните и спрашиваете. Петя, ты вернешься? Я тебя жду. Люблю, жить без тебя не могу. Он вам говорит, ты что? Там или что-то еще. Вы все понимаете. И у вас сразу все, сразу становится все на свои места. Да? И все. Знаете как, холодный душ. Холодный такой классный душ. Я пишу девушке. Мужчина, звоните и спрашивайте, ты вернешься? Нет, ну, он сейчас с другой женщиной. Я не хочу накануне 14 февраля писать ему что-то. У девушки, тут женщина, двое детей. Я говорю, ну, ладно, вам на себя наплевать. Ну, как бы, каждый портит свою жизнь, как считает нужным. Но у вас двое детей. Вы какие стратегии им хотите передать? Что вы сидите, ждете постороннего мужика и боитесь испортить ему канун 14 февраля своим неудобным вопросом? Ну, просыпаемся. Что за ерунда собачья? Субтитры подогнал «Симон»